И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвящен супер-мега-крутейшим особым миссиям, которые я наконец-таки закончил. Сегодня мы заберем все призы с данных миссий и, соответственно, откроем те самые ультраконтейнеры. Заодно поговорим вообще о миссиях, поговорим о том, как они вообще протекали. Сыграем одну матчмейкинговую катку, ну и по ходу нее я думаю, что я успею рассказать вам все, что я думаю по поводу этих замечательных, интереснейших миссий. Поэтому долго затягивать не будем. Если вам нравятся видосы, которые у нас, к слову, в последнее время выходят не так часто, то поддержите его лайком, поддержите своей активностью. Все-таки для меня, наверное, главный мотиватор записывать чаще видеоролики это ваша активность, ваши лайки, подписки на канал, колокольчики, шмолокольчики, ну и комментарии. В комментариях вообще я в последнее время хотел бы увидеть от вас тот формат, наверное, который вы бы хотели видеть в ближайших видеороликах. Да, может напишите, что вы хотите вообще увидеть, потому что у меня немножко может быть какой-то определенный кризис, да, я не имею такое большое количество идей по новым каким-то видосам. Поэтому если вы предложите что-то свое интересное, чтобы мне записать, и мне будет, наверное, даже проще, я смогу как-то, может быть, что-то интересное придумать. Короче, все, больше ничего базарить не буду, забираем супер-призы, 5 дней према, 2 контейнера ультра, еще 2 контейнера ультра, еще 2 контейнера ультра, 1000, не 3000, дд, и еще 5 контейнеров. Итого у меня 11 контейнеров, которые мы сегодня откроем. Ну и ко всему этому быстренько, я думаю, что переходим сразу же на флеш-версию игры, потому что в HTML катать я точно не буду, я не буду портить сейчас свое настроение. Поэтому сразу же быстренько переходим на флеш-версию, ну и пикаем быстренько в каточку, раскатываем ее, ну и смотрим, что у нас всего этого получится. Что касаемо, друзья, особых миссий, кто смотрит стримы, да, кто ходит на них, кто слушает то, что я говорю вообще в принципе, тот, наверное, уже знает о том, какого я был мнения изначально о этих супер-миссиях. Я сразу же сказал, что я их скорее всего выполню, но это миссии, которые не являются простыми, они не являются изевыми, они не являются какими-то там миссиями, которые можно там выполнить за пару часов и все. Это реально были сложные миссии, на которые приходилось потратить довольно большое количество времени. Если у ребят, которые играют на постоянной основе, есть это желание, есть время, то у тех ребят, которые, например, выполняют ежедневные задания, всего лишь ежедневно, да, то у них для того, чтобы выполнить эти задания придется и потратить больше времени, и потратить больше какой-то дополнительной мотивации. Поэтому я сразу же говорил о том, что лучше не начинайте даже выполнять эти миссии, если не играете довольно большое количество времени в игру. Ну и, конечно же, я даже сам, да, как бы отлично понимал, сколько придется потратить на все это времени, все равно под конец уже тоже как-то, ну, немножко где-то поднадоело, где-то у меня не было времени, да, где-то были какие-то другие дела, и поэтому я только сейчас, по сути, последний день, это уже у нас, получается, девятый, нет, на момент запись видеоролика, девятый или десятый день, короче, ну, последний день вообще особых миссий, я только добил последнюю заданку на тяжелые танки, то есть вы сами понимаете, да, то, что, ну, ладно, я мог это сделать там раньше, потому что там оставалось там буквально 50 киллов, но сама суть того, что я выполнил только на последний день, хотя я, как бы, и стримлю, и видосы записываю, да, и, по сути, там, должен все это дело быстрее делать. Ну, и был у нас и Лайтсаймер, был турнир, были какие-то другие определенные моменты в моей жизни, на которые мне нужно было потратить свое время, и поэтому я не сильно быстро все это дело выполнил, но рад тому, что это получилось, миссии мне, по сути, понравились, да, про Арес я думаю, что уже, как бы, обзор был, я все сказал, все, что думаю, когда его апнут, тогда будет, возможно, интересно с ним играть, но пока я не вижу какого-то особого смысла и катать на этом замечательном, интереснейшем корпусе, поэтому пусть он у меня просто полежит в гараже, ну, а так, миссии выполнил, и, слава богу, все, кто запотел, старался, выполнил, тоже молодцы, красавчики, надеюсь, что вам тоже что-то интересное выпало с ультраконтейнеров, ну, а то, что мне выпадет с ультраконтейнеров спустя 30 секунд, сможете тоже увидеть, узнать, я надеюсь на то, что хотя бы что-то, что-то реально годное мне дропнет, потому что если мне не упадет вообще ничего, я, наверное, разочаруюсь в этом всем деле, потому что, ну, никогда не хочется получать ничего с тех миссий, которые, ну, не являются изёвыми, да, окей, если там миссия, там, например, 100 киллов сделать, и ты получаешь, там, ультраконтейнеры, и с них ничего не выбиваешь, то это одно, но когда ты набиваешь 120 боёв, которые тебе надо выиграть в осаде, и после этого, там, ну, ещё другие миссии, да, 1000, там, киллов по тяжёлым танкам, и всё в таком духе, то, и после этого, если ты ничего не получаешь, наверное, ну, это печально, поэтому я надеюсь на то, что хотя бы что-то мне сегодня дропнет, хоть какой-нибудь там фиолетовый, даже если 100 кам не упадёт, я всё равно уже останусь доволен, потому что, ну, это всё же лучше, чем 11 белых ультраконтейнеров, поэтому всё, пожелаем мне удачи, надеюсь, что вам тоже, если ещё не открыли ультраконтейнеры, что-то годное дропнет, если уже открыли, то я надеюсь, что вам хорошее что-то уже упало, я начинаю своё замечательное открытие, первое, конечно же, блинкомом, второй также блинкомом, я не знаю, если это будет всё беляк, это просто GG, 3500 кристаллов, ну, 125 ремки, окей, но лучше бы мне, чем другое дропнул, ну, с педовойной защиты, двойная защита, 5 контейнеров, я уже начинаю сомневаться, 5 голдов, это жесть, это реально жесть, это реально жесть, да, и сказать, что у меня горит, ничего не сказать, просто мда, просто мда, у меня сейчас просто перед глазами пролетают те потные моменты, когда мне приходилось реально жёстко запотеть в катках, в осаде, там ещё где-то, чтобы получить вот такие вот ультра-контейнеры, ну, серьёзно? ну, блат, ну, это же до свидания, скажите мне, что 11 это небольшое количество, поэтому тебе могло так дропнуть? ну, да, рандом, рандом, но лучше бы я хотя бы какое-нибудь одно фиолетовое свечение сегодня увидел, и остался бы доволен, но таким ультра-контейнером я точно не доволен, и в следующий раз, когда я буду выполнять особые миссии, я очень сильно задумаюсь о том, стоит ли их вообще выполнять, тратить своё время, потеть, либо лучше, может быть, просто зайти покатать пробитую, хотя, по сути, наверное, не стоит прям так жёстко сильно гореть, потому что все эти миссии выполнял вместе с челленджем, да, и вот если я открою совсем скоро контейнеры обычные, и вот если мне там ничего не дропнет, тогда это уже будет повод для жёсткого горения и взрывания моей жопы, как-то так, друзья, вот такие вот ультра-контейнеры бывают, что я могу сказать, у меня нечего добавить, просто нечего, я очень сильно недоволен, но понимаю, что это рандом, понимаю, что это рандом, и то, что такое бывает, при том раскладе, то, что мне упало два уже устройства в золотом свечении, наверное, я не тот человек, который должен сейчас прям жёстко, дико возмущаться, и если кто-то напишет, что, типа, ну, не всегда же тебе должно вести, я буду с этим согласен, реально, ну, то есть, объективно, есть ребята, которым часто ничего не выпадает, а мне там выпадали всякие устройства в золотом свечении, и ещё что-то падало, поэтому обидно, хотелось выбить что-то, хотя бы устройство, но, к сожалению, сегодня мне ничего не дропнуло. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, если вам понравилось, то обязательно не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал. Ну, а с вами был мистер Ванька, всем спасибо, друзья, за просмотр, всем спасибо, кто приходит на стримы, стримы у нас в последнее время тоже с переменным успехом залетают, кто ещё не участвует в конкурсе на 3 лямчика, тоже в описании ссылочка на него будет. Участвуйте, участвуйте, друзья. Я думаю, что совсем скоро уже итоги данного замечательного конкурса будет, поэтому как-то так. Всем спасибо ещё раз, всем удачи и всем пока.